всем привет подвергнулся ребят всем привет вы на канале ладис life собственно как обычно что за эксперимент сегодня смотрел я тут статистику по видеороликам и увидел то что больше всего просмотров из моих видеороликов это набирает видео обзоры на машины и вот на сравнение пиво набрал более-менее не миллион конечно просмотров но больше чем все последние видео все ребята сегодня 21 марта я решил для вас заснять опять обзорчик пойдемте чик 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 всем привет вы на канале валдис life с вами я балдис сегодняшнем видеоролике будет опять же сравнение пиво только на этот раз это будет крышовица светлая вот такие бутылки в чем собственно их разница вот эта бутылочка стоит а вот эта бутылочка и для этого собственно эксперимента если его можно так назвать я пригласил своего кореша друга независимого эксперта который не пивного сомелье пивного который никогда не пьет пиво то есть товарищ по доте вот еще он короче все это шуточки но просто решил позвать человека который бы тоже смог что-то вам может быть рассказать об этом пивасики вот ну по традиции состав я не буду вам перечислять потому что сами понимаете это пивко 190 это 60 какой тут может состав 10 настоящих вот мы будем отвечать нам вот да мы плечо за чтобы вам то рассказать нужно чем зачем это лег сейчас елена нальет это пиво по стаканам но не скажет где какой а мы попробуем его отличить и почувствовать вкус дорогого и дешевого пива я думаю что он не будет отличаться так что узнаем давай тогда я скажу что она будет отличаться и тогда это будет интереснее будет интереснее если угадать дорогой отделе ну да я думаю что я угадаю сейчас нам нальют по два стаканчика один с этим пивом один с этим пивом вот мы не будем знать где какое и попытаемся угадать и объяснить и рассказать про вкус может быть вот еще как-то каким каким-то признакам его определить вот ну внешний вид собственно у них одинаковые только разные этикетки вот ну сразу да видно дорогой дешевый вот этого дорогой не видно думаешь я ты думал ты думаешь не видно ну блин мне просто вот это будь я я понял какой дорогой только по слову импорт зале где ты увидел зале а вот больше вот такая движуха здесь вот здесь вот написано что она импортная типа как я уже говорил рассказывал про пиво козел его сделали там где его сделали вот и привезли сюда чтоб мы проводили такие очень замечательные и вкусные эксперименты так что подписывайся и ставь лайки все что тебя нужно в мою поддержку ну и в вот 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 так вот в чем прикол какие-то из стаканов помечены но мы не знаем что в этих стаканах такой из пива там налито то есть есть два стакана у меня и у лёхи лёхи к вычислить автомеханик легкой давай ты подожди вот смотри давай сначала на запах но вот у меня помечены стаканом спиртами прям пасху спиртом мне наоборот кажется что не пометен по цветам но тоже все одинаково то есть по запаху не знаю я думаю что помеченном стакане тут налито дешевое пиво а вот здесь дорогое ты с какого не помеченого не помечен вот она с горчинкой но спирт спиртового вот этого продолжения нету я короче вообще ни разу не брал пиво за 150 рублей 05 помечены стакан это дешевое пиво спиртом прямо дает все в конце и вот это движут пиртеж наоборот как рассказал что тебя помечены вовремя не помеченную таскану нет наоборот ну да чуть дороже по запаху и следу короче на вкус реально вот этот горчит который получается дешевый 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 не я тоже почувствовал сразу ребят кто сейчас данный момент тоже захотел выпить пивка с вас лайк и коммент нет за вас здесь прям реально дешевый пиртян я это просто горчина его эксперимент я не верю ему когда он тестировал взял дерево убедился что разница есть все равно мы будем пить по 50 рублей нет чувствуется да здесь дорогом или просто горчинка присутствует вот это вот пивная а вот дешевым или пиве именно спирта чувствуется я не знаю почему может быть они на порошке делаю пивы потом добавляют я не знаю почему так но вот я уже по запаху в общем определяю похоже дешевое пиво или дорогое какое теперь на очереди даже не знаю какие еще есть дорогие дешевые там есть еще тоже пиво не там есть это есть жигули пиво бочковое но оно стоит почему-то и там 60 и в обычном магазине 60 я думаю следующее вот оно и будет потому что почему-то ну ценники одинаковы хотя они не возят казахстанскую продукцию ну либо подделки я про мафт имею ввиду в мафте все это пиво дорогое находится вот ну что я могу еще сказать будьте здоровы пейте только хорошее пиво вот ну а мы пока выпьем за вас еще такой момент что дорогом пиво который мы взяли в нем 5 градусов дешевым или здесь 4 и 2 градуса то есть больно мягче пьется на именно да мягче пьется дорогое пиво нежели вот это дешево вообще не вкусно сейчас я как вот сколько я не пил крышовицу она мне сама не особо понравилось вот козел было козел намного вкуснее приятнее кстати был я бы что попробовал он темный пиво козел темный есть марта дорогой есть есть дешевый козел и дорогой только темно смотрите ребят давайте тогда вы накидаете немножечко лайков напишите понравилось ли вам и вообще нравится ли вам такие эксперименты то я возьму козел опять же пойдем к по козлам короче возьмем темную только теперь темный козел будет вот я также наверно позову лёху и возможно это будет где-нибудь на улице по шашлычок уже так что как то так подписывайтесь в общем ставьте лайки его с вами был valdis лёха вы были на канале valdis life ну и всем пока ребят я посмотрел статистику и такие ролики где мы сравниваем пиво они заходят лучше всего вот и это мой второй ролик про крышовицу есть еще про пиво козел я оставлю ссылочку в описании проходите смотрите про крышовицу